Ставка на безопасность и здоровье. Такие серьезные заявки делают в Министерстве образования. В этом году в Чувашию продолжится масштабное переоснащение учебных заведений. В бюджете заложены средства на реконструкцию столовых и спортивных залов. В прошлом году в современных условиях дождались ученики каждой третьей школы. На очереди еще 70 с лишним. Задача куда глобальнее – обеспечить эффективную безопасность детей на уроках. Акценты сегодня расставили на расширенной коллегии Министерства образования. От ремонта косметического до закупки самого дорогостоящего оборудования. Ученики 300 школ Чувашии в прошлом году почувствовали на себе все плюсы программы модернизации. Где-то забыли о проблемах с протекающей кровлей, где-то вместо старых печей установили современные параконектоматы. В некоторых столичных школах сделали большой шаг к инновациям. За обеды там ученики расплачиваются и вовсе карточками. Сделано немало, но проблем еще достаточно. В прошлом году мы начали оснащение спортивных залов новым оборудованием. Это тоже безопасность. Кстати, слово сказать, у нас количество травм возросло. Это тоже говорит о том, что мы не все сделали для того, чтобы на спортивных занятиях или спортивных залах обеспечить сохранность здоровья наших детей. В этом году мы ставим задачу для того, чтобы в школах появились теплые туалеты во все школы. Ставим задачу, чтобы еще 75 школьных столов с современным оборудованием оснастить. Но это, я хочу сказать, это не полностью закрывает все проблемы, естественно, особенно проблемы спортивных залов, бассейны у нас, которым требуется восстановление. Я думаю, ближайшие перспективы, шаг за шагом эти вопросы тоже будем решать. На безопасность и здоровье чувашских школьников вновь направляют большие средства. Цена вопроса более 500 миллионов рублей из федерального и 20 миллионов из бюджета республики. В этом году некоторые сельские школы планируют оборудовать видеокамерами. Сейчас они в диковинку для 500 учебных заведений. Задачу опять ставим на 2013 год, чтобы видеокамеры поставить во всех школах, прежде всего, где проводится единый государственный экзамен. Все-таки мы хотим, чтобы во время единого государственного экзамена была обеспечена информационная безопасность, в том числе, чтобы видеонаблюдение позволяло прозрачность этих экзаменов обеспечивать. Это первое. Но в том числе очень важно, чтобы видеокамеры стояли на входе в школу, и в детские сады, и по периметру. Это тоже актуальная тема. С каждым годом ужесточаются требования пожарной безопасности. Противостоять взгораниям теперь будут не только датчики, но и новейшая система оповещения. Сигнал о ЧП в считанные секунды поступит на пульт дежурного. Реагировать на пожар огнеборцы будут в разы быстрее. Особенно это поможет школам, отдаленным от частей. Как сотовая связь действует. Если один канал отключился, то они пойдут в обход и все равно дойдут до пожарной части. Эффективность показана. У нас только за прошлый год пришло более 10 телефонограмм. Мы сказали, что данная система позволила уменьшить время реагирования, позволила провести эвакуацию людей. Пожар происходит без ведома даже. Вахтеры, еще даже директор не может не узнать. Но мы уже выезжаем на место пожара, и наши пожарные машины несутся к месту выезда. Правда, пока к новой системе подключены только три чебоксарские школы. За год их станет больше в разы. Во главу угла поставлена еще одна важная задача, которая напрямую касается здоровья всех учеников. До конца учебного года необходимо завершить процесс лицензирования школьных кабинетов. Министерство образования признает, что эта работа пока продвигается черепашьими шагами. Процесс необходимо ускорить. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика.